Как рассказал хирург ВРКБ Мохаммед Архани, жительница поселка совхоза имени Ленина, поступила в стационар в тяжелом состоянии. А не Клиновой был поставлен диагноз гидропневмоторекс. Это означает, что и воздух, и жидкость с подъемлемой полосы, которое привело к давлению легкого справа. Это насколько опасно объявление? Это привело к дыхательной недостаточности, поэтому мы в экстренном порядке выполнили дренирование легкарной полосы справа. И сейчас постоянно на аппарате, который удаляет эти жидкости и воздуха. Как видите, аппарат сейчас, дренаж подключен к аппарату, где удаляется, как мы рассказывали, удаляется и жидкость, и воздух одновременно. И при этом пациент чувствует себя хорошо. Сатурация 95, без кислорода. Она работает бухгалтером и даже не предполагает, где могла заразиться коронавирусом. Соблюдала все меры предосторожности. В общественных местах всегда была в маске. Пациент была отрицательной. Потом вызвала скорую, потому что для этого была 5-40. Это где-то в чем-то 5 дней было. И так попала в больницу. Осложнения начались после выписки из больницы. Через несколько дней, проведенных дома, улучшения состояния не наблюдалось. Сделала котель. Котель показала, что тотальное заполнение жидкости. А вы лежали здесь в каком отделе? Нет. И так вы снова вас приняли сюда? Да, меня сразу приняли. Без скорой. Сразу положили сюда. Сразу сделали прокол. Откачали 4,5 митра жидкости. 4,5 митра? Да. Вы почувствовали облегчение? Да, сразу стало легче. Но, к сожалению, легкое не раскрылось. Лечение продолжается. Ожидаем благоприятный исход заболеваний. Благодаря слаженной командной работе врачей и правильно выбранной тактике лечения состояние пациентки стабилизировалось. Сейчас Анна постепенно идет на поправку и задумывается о вакцинации. Ведь даже после такой тяжелой формы ковида антител может быть недостаточно, чтобы не заразиться вновь. Наталья Буслаева, Елена Кошелева, Видне ТВ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...